Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не может избавить город от пыли. За 8 лет под его руководством масштабы проблемы только увеличились. Давайте подкинем ему пару идей. Нам потребуется современное оборудование, транспорт, рабочие руки и самое главное – желание перемен. Отправимся в одну из самых пыльных частей города – площадь Лыщинского, рядом с великими новосибирскими стройками и посмотрим, что можно сделать. Да, тут Яна не ступала нога нашего мэра. Начнем! Пыль в городе образовывается от десятков разных причин. Парковка на газонах, зачастую засеянной травой, только формально, и расположенных вышлих тортуаров. Во время дождя грязь с них течет прямо нам на ноги. Открытый грунт на дорогах частного сектора и на строительных площадках. Не убранная с зимы, а цыпка улиц. Она, кстати, еще и отлично закупоривает с собой нашу многострадальную ливневую канализацию. Что еще нас плохо вывозит каждую зиму? Грязный снег, который к лету превращается в очередные тонны и тонны пыли. Все это можно и нужно исправить. А пока мы ждем прекрасного будущего, хотя бы чаще и тщательнее убирать город. Грязный снег Чтобы избавить город от пыли, придется немного поработать руками. Тратить сотни миллионов бюджетных средств не на пиар, а на уборочную технику. Правильно проектировать газоны и контролировать стройки. И тогда наш город снова станет чистым. Продолжение следует... Продолжение следует...